Когда дни и ночи слишком жаркие, городские жители первые, кто столкнется с проблемами. Тело человека всегда пытается избавиться от чрезмерного тепла. Кровеносные сосуды расширяются, а частота сердечных сокращений увеличивается. Это усиливает приток крови к кожным покровам. Кровь может выделять тепло для охлаждения. Таким же образом мы потеем, чтобы освежить кожу. Однако организм не может постоянно приспосабливаться к экстремальной жаре. У тела человека есть предел. Сильные тепловые волны могут стать причиной слабости, головокружения, тошноты и теплового удара. Есть несколько разновидностей тепловых ударов. Но в общем и целом это головные боли, головокружение, мелькание ушек перед глазами, тошнота, вплоть до рвоты. Бывают судороги и вплоть до коматозных состояний, потери сознания. От жары не застрахован никто, но высокие температуры влияют на некоторые группы людей больше, чем на другие. Пожилые люди считаются наиболее уязвимыми. У детей не полностью развита способность регулировать температуру тела, а у беременных этот процесс усложняется из-за плода. Люди с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, также могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Учитывая это, стоит позаботиться о себе и соблюдать меры предосторожности. Конечно, ношение головных уборов, то есть шляпа с широкими полями, по возможности просторная одежда из хлопка натуральная, светлых тонов. Обязательно жидкость с собой всегда иметь, питье, обычная вода, подкисленные какие-то напитки, компоты, морсы. Резкие перепады температуры, как, например, сегодня с более чем 30 градусов до 19, тоже потрясение для организма, поэтому стоит отнестись к себе и своему здоровью с ответственностью. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова